Молодость, сила и это ярко проявляется в бизнесе. Большинство стартапов в России открывают люди в возрасте от 25 до 35 лет. И их, надо признать, поддерживают. Вот уже два года молодым предпринимателям выделяют на старте полмиллиона рублей. Но активных бизнесменов могло быть и больше, если бы власти им объясняли, как открыть и продвигать свое дело и упростили систему поддержки. Надо понимать, что молодое предпринимательство и молодежное предпринимательство это в первую очередь свобода и возможности. Не надо нас в этом плане закрывать различными условиями, упростить пакет документов, упростить историю, связанную с трудоустройством. В поддержке нуждаются не только начинающие, но и действующие предприниматели. Несмотря на то, что по итогам прошлого года совокупный доход малого и среднего бизнеса в крае вырос, говорят эксперты, потребительская способность населения падает. Мы надеемся, что все равно доходы у нас не упадут. Поэтому все услуги и торговля, так или иначе, мы рассчитываем на то, что и меры стимулирования, они будут, это в первую очередь задача, конечно, федерального уровня, мы понимаем, но и на уровне края мы, конечно, тоже будем работать над этим. На уровне края, подчеркивает уполномоченный, сейчас разрабатывают целый комплекс мер в поддержку бизнеса. Налоговый бонус на величину кадастровой стоимости в 300 квадратных метров, налоговую льготу для тех, кто восстанавливает объекты культурного наследия, нулевую ставку на прибыль для определенных видов деятельности. Правда, и по этим направлениям есть что улучшать. А что касается условий работы на патентах, компромисс найден, успокаивают специалисты. Ставки с 2024 года повысят, но регулярные выплаты от бизнеса сработают на пользу бюджетов сел и районов. Что касается города Барнаула, больших территорий, там, наверное, будет чуть побольше нагрузка, а дальние территории, там малые села, районные центры, там нагрузка будет минимальная, в любом случае, на бизнес. Мораторий на проверки, гранты и меры поддержки по национальному проекту призваны облегчить жизнь малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в непростых экономических условиях. В конце концов, говорят эксперты, многочисленные потрясения последних лет научили бизнес быстро адаптироваться и не бояться перемен. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.